Джахар Дудаев, да помилует его Аллах, запрещал открывать ему дверь. Президент, понимаете, вот этот вот уровень как бы его президентства, он предполагает во всем этом мире, что этому человеку открывают дверь, он садится там, за ним закрывают. Это некий старт. Кадыров и этот пресловутый путь Ахмата, это как раз путь борьбы с сунной, борьбы с исламом. Они начали вот этот весь свой путь предательский, они начали с этих лозунгов борьбы с исламом. Изначально он себя позиционировал как противник ислама, он когда у нас... Гетеборг. Саламу алейкум, Тумсо. Видел видео подъемщика ноги в авто? Суманала, как их лаунизил. Уалейкум ассаляму, Раматла Баракату. Я видел это видео. Сначала думал осветить эту тему в эфире, потом подумал, что да, не стоит этого делать. Если кто не видел, там есть такое видео, где Кадыров садится в машину, и этот его охранник, его шестерка, назовем, наверное, своими именами, его Локей, он что-то делает, ну, из-за двери не видно конкретно, что он там ему поднимал, я, по крайней мере, не заметил, но такое ощущение складывается, что он его ногу как-то помогал ему вот эту ногу в машину положить. И уже появились приколы, мемы на эту тему, как, например, объявление на Авито, что нужен ли, значит, подъемщик ноги, укладчик ноги в автомобиль, что-то такое, квалификация, там, опыт работы и так далее. Ну, это было бы смешно, наверное, если бы не было так грустно. В нашем народе не было подобных вещей, это настолько неприятно за всем этим наблюдать. У нас никогда этого не было, мы как-то на уровне ДНК, что ли, мы противились вот подобному раболепию. Это было позорно не только для того, кто это делает, но и для того, для кого это делают, понимаете? Это одинаково было недопустимо. Джохар Дудаев, да помилует его Аллах, запрещал открывать ему дверь. Президент, понимаете, вот этот вот уровень, как бы, его президентства, он предполагает во всем этом мире, что этому человеку открывают дверь, он садится там, за ним закрывают. Это некий статус, да, и с этим можно было бы согласиться, сказать, ну да, это же президент, для него это допустимо, это можно. Но даже это считалось у нас недопустимо. Неужели я сам не могу открыть себе дверь? То есть вот такое было понимание. И Джохар считал, как и любой джеченец, считал, что дать для себя открыть дверь, это не только недопустимо для того, кто ее открывает, но и для него самого это унизительно. Жохар запретил, Жохар сам себе открывал дверь своего автомобиля и сам ее закрывал. А сейчас происходит то, что нам настолько для нас чуждо, никогда у нас этого не было. И это делается с какой-то гордостью, что ли, как будто бы это вот некое достоинство такое. Я вот, я вытер обувь своему, там, этому Патишаху, и вот этот, значит, эту тряпочку, которой я вытер ему обувь, я ее теперь буду хранить, мои потомки будут передавать эту тряпочку от детей, от отцов к сыновьям и так далее. Я, это я вот этими своими руками, значит, эту его ногу помог ему положить в автомобиль, и теперь все будут гордиться тем, что мой отец там помогал класть эту ногу. Я не знаю, откуда это взялось. Я думаю, Кадыров вдохновляется вот этими сериалами османскими, про Османскую империю и так далее. И лучше бы, конечно, было бы вдохновляться какими-то достойными моментами, которые были, безусловно, были в Османской империи, но он почему-то берет оттуда именно самый недостойный. Вот это вот присмыкание перед Патишахом, вылизывание его, целование ему руки, этого перстня. Вот эти вот вещи, когда он что-то там называет, что-то имя тут встает, вот эти моменты, которые для нас, они настолько как бы чуждые, неприемлемые, они, к сожалению, у нас как-то вот в их, по крайней мере, кругах они внедрены. И хочешь, не хочешь, ты начинаешь к этому привыкать, на самом деле. Хоть я и понимаю, что это неправильно, это чушь, но уже вот сейчас я увидел, допустим, что он ему ногу помогал в машину положить. Через, ну, в следующий раз что-то такое мы увидим, мы уже не удивимся этому. И вот это, таким образом, это как бы прививается, становится какой-то обыденностью. Надо вдохновляться не тюрками, а сунной пророка, саллилой ассалам. Но сунной пророка, саллилой ассалам, вдохновляются мусульмане. Брат мой, это немножко не про тех людей мы с тобой сейчас говорим. Там люди, которые борются с сунной посланника Аллаха, или, мол, господи, Аллаха, Кадыров, и этот пресловутый путь Ахмата, это как раз путь борьбы с сунной, борьбы с исламом. Они начали свой, вот этот весь свой путь, предательский, они начали с этих лозунгов борьбы с исламом. Изначально он себя позиционировал как противник ислама. Он, когда у нас пытались привести наше государство, наше законодательство, исполнительную, законодательную, судебную власть, привести ее в соответствии с исламом, с нормами шариата, именно муфтий воспротивился этому. Муфтий республики, им на тот момент являлся Ахмад Кадыров, который наоборот должен был быть инициатором этого. Он воспротивился этому. Он начал делить наш народ на ваххабитов, не ваххабитов. Он стал говорить, кстати, опять вот вдумайтесь в это, будучи муфтием, он употреблял такие слова, как исламист. Он говорил, исламист сегодня готовит один материал, который я вам сейчас чуть позже покажу. Я наткнулся на его интервью, где он говорит, он говорит, ваххабиты, экстремисты, исламисты. Представьте себе, как может мы, мусульмане, которые наоборот должны противостоять такой терминологии, чтобы такие вещи, как ислам никогда, ислам не делали нарицательным. Понимаете, вот это вот слово исламист, что это значит? Как это понять? Экстремист понятно, террорист понятно, а исламист, как это понять? И вот муфтий, который должен этому противостоять, он наоборот, в своем лексиконе, он использует эти термины. Поэтому они с самого начала боролись именно с исламом, с сунной, они боролись с теми людьми, которые пытались следовать сунне, которые пытались быть похожими на пророка, мир ему и саня Аллаха. Они целенаправленно выслеживали и продолжают это делать людей, которые, допустим, носили длинные бороды, и укорачивали свои усы, и подворачивали свои штаны. Таких людей выслеживали их, убивали их, уничтожали. Таков этот их пресловутый путь. Субтитры создавал DimaTorzok